Александр Григорьевич, вопрос по низко затянувшейся ситуации с поставками белорусского продовольствия в Россию, транзит, все, тема увязана. Вроде бы наши ведомства договорились, Министерство сельского хозяйства, Россий и Госнадзор, вроде бы Шувалов подписал. Но Россий и Госнадзор не собираются давать добро нашим предприятиям, ну исключая вот эти вот два разрешения на этой неделе. Тем не менее, 10 предприятий еще ждут. Вот как вы думаете, это все-таки политика, это экономика, это либо наша недоработка, либо это какой-то сговор российских бизнес-структур, либо это комплекс? Ну и еще второй вопрос, такой маленький. Что вы скажете Путину навстречу Москве 23-го числа? Насколько я получил информацию вчера по знавешиваемой средств массовой информации, извините за тавтологию, вроде бы 12 сразу предприятий открыли для работы на российском рынке. И вот свидетельство, даже внешне, непосвященному человеку это понятно. 23 сразу закрыли, а потом пачками начали открывать. 2, 3, 12. Я знаю, что после этого закрытия, после закрытия мы потребовали, чтобы россияне приехали, специалисты, ВЕЦ, САНС, службы, но наши предприятия и там вместе с нами, с нашими ветеринарами и санитарами, предъявили нам претензии при них. Это, понимаете, нас упрыкает в чем? Мы где-то взяли пробу, ее исследовали, она негодная, вот с какого-то предприятия. Ну, во-первых, исследовать можно товар при производстве и погрузке. Пожалуйста, приходите, вот производство, исследуйте, предъявляйте претензии. Этого не было. Погрузка. Возьмите любую партию, если она идет на Россию, исследуйте, предъявите претензии. А где исследовали? Как исследовали? Непонятно. Поэтому мы предъявили претензии, так быть не должно. Мы их пригласили. И я знаю полностью позицию. Я ее отследил. Российских исследователей. Подвести черту перед их заключениями, по их заключениям, можно сказать. Слушайте, мы чего от белорусов хотим? Дай Бог, чтобы в России было на таком уровне, как у них. Это высочайший мировой уровень. Я не вру. Если нужно, я могу эти факты положить на стол. То есть те специалисты, которые приехали от этого самого Данкверта, они были поражены. Особенно женская часть этой делегации. Мы, говорит, не можем белорусам предъявить претензии. Да, есть рабочие моменты недоработки, как и у других предприятий, но это космос. Вот их было заключение. И вот на следующий день, я думаю, что это действительно так, практически все предприятия получили доступ на российский рынок. Теперь по поводу вашего вопроса, что здесь? Политика или на самом деле то, о чем говорили россияне? Я вам должен сказать, абсолютная политика. Притом глупая и безмозглая. Ну разве можно бороться сегодня с ростом цен и запрощать поставки этой же продукции на собственный рынок? Чем больше продукции, тем ниже цены, как вот по валюте. Больше валюты ниже цены, больше товаров ниже цены. Зачем запрощать? И один из факторов, это естественно лоббизм. Лоббизм непорядочный, лоббизм со стороны отдельных структур. Те, кто молоко перерабатывает, мясо перерабатывает, чтобы на этом заработать. Особенно в преддверии нового года. Но поскольку этот лоббизм и те, кто лоббирует, практически связаны с кем-то наверху, это имеет место. Плюс, о чем вы сказали, политика. Абсолютно убежден, что это и есть политика. А вот мы ввели санкции, а тут вот белорусы к ним не присоединились. Так мы и не обещали, что мы присоединимся. Нам не до жиру. Что же мы присоединимся к санкциям? Мы сегодня от обвала на российском рынке их рубля около миллиарда долларов потеряли. Вот буквально за этот промежуток времени. Если бы мы не потеряли эту валюту, нам бы сегодня было значительно легче. Если мы введем санкции, как Россия, мы вообще голыми останемся. И потом, нас никто не просил по-человечески, слушайте, давайте вы присоединитесь к санкциям, а мы вам поможем, вот если вы что-то потеряете. Такого же разговора не было. Вот взяли и ввели таким образом во вред себе и во вред нам эти ограничения. В связи с этим я должен, вы спрашиваете про президента России, задать ему прямой вопрос. Чего руководство России хочет от Беларуси? Почему такие шаги предпринимаются? Что стоит за этими шагами? То, что я сказал, это я предполагаю. И меня трудно в этом разубедить, наверное, как и вас. Но, может быть, у президента, у премьера, у руководства России есть некие другие тайные причины. Я человек открытый, и я понимаю, когда вопрос ставят ребром открыто. Мы же свои люди, как мы часто говорим, мы же русские люди, слушайте. Мы же братья, чего скрывать друг от друга? Если тебе что-то надо, ты скажи прямо, как это я всегда делаю. Мне трудно, я говорю, слушай, надо вот здесь вот здесь поддержать, если можешь, помоги. У нас где-то хорошо, слушай, давай поделимся. Я вот такую политику принимаю и воспринимаю честную, открытую, не грязную. Поэтому в этом ключе я хотел бы и переговорить с президентом России и Казахстана. У нас состоится, я думаю, очень серьезный в этом плане диалог. Мы не должны загубить то образование, которому мы посвятили немало лет. Потому что мы втроем выстрадали этот союз, который начинает работать с 1 января. И будет позором для нас, если мы собственными руками его угробим. Противников даже по этим вот запретам у нашего союза слишком много. Особенно в России. Будем надеяться на лучшее.